Дом 2 Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина, и это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера Маша и Валентин заселились в пятизвездочный домик, который уступил им Степан. Что ж, посмотрим, поможет ли Степина щедрость их отношения. А сегодня вечером у нас предварительное голосование. Наши девушки откроют парням всю правду о их месте на телепроекте. И для кого-то из парней это открытие может оказаться весьма неожиданным. Сегодня 233-й день нашей телестройки. Михаил Карасев уже дважды пытался построить отношения на проекте. С Марией Петровской и Анастасией Дашко. И вот в третий раз, в попытке завоевать сердце Любы Хаткевич, Михаил пригласил ее на романтическое свидание, прогулку на лимузине. На предложение создать с ним пару, Люба дала решительный отказ, аргументировав своей симпатией к Стасу Каримову. А остальные участники проекта вовсю обсуждают последнее событие. Селение Марии Петровской и Валентина Моисеева в пятизвездочный домик. Я в этом году. Это мой способ. Во-первых, пойдем. Будешь? Я. Пожалуйста. Ты Маньку еще не видела? Маньку нет, я очень хочу видеть. Я тоже хочу посмотреть, узнать, как они. Ну, первый вопрос. Ну, как? Как вы вместе? А, их обоих же нет, да, получается? Ну, они же допер. Ну, Валя хотел петь, но просто. Теперь все, и видно не будет. А? Теперь все, и видно не будет. Да. Как обычно случается. Все, мы потеряли время, интересно. Мы их теряем. Мы с Настей вчера договорились. Вчера двое не уснули, но мы вдвоем же уснули. Да, я не заметил. Я еще удивился, думаю, что все, Дашко спит. Она такая, Оля, вы хотите, с Ромкой хотите? Да. Она такая, да, мы еще на этом голосовании хотели, но тут как-то все было комбулом бурно, что, походу, дело никто не понял, что мы претендуем. И Валя еще сидела. А куда вы хотите? Я говорю, ну, одно дело, куда мы хотим, это, по-моему, понятно все, а другое дело, как по справедливости. И он такой, я думаю, что кто должен выехать? Настя Костепа или он? Я говорю, правильно. Ну, что знать по справедливости? Доброе утро! Добрый день! Рассказывайся! Привет! Ваня рассказывает! Крепко! Даже не спрашивайте! Дайте посмотрите на ваши лица! Нет, ничего! Того самого! А что тут нужно делать, а? Что тут нужно делать? Довольная лица! Манька, как тебе первая ночь? Довенький? Репка! Что вы готовите? О! Стас вообще офигенно вы видишь! А? Манька! Ну как? Ну как? Развинули кровати! Развинули кровати? Мы с тестом. Ой, нам сейчас насок не принесли. Ну подождите, давай, я тверска. Что-то хмурый такой. Я не хмурый, я серьезный. Майк, как ни странно, мне приснилось сегодня солнце. Солнце? Да. А-а-а! Просто была пасадетка. Причем ты тоже там был. Да? Вот чуть-чуть. Но ты потом ушел, мы тебя кинули и все. Понятно. Вообще, такой моразм. То есть, ты хочешь сказать, что на новом месте приснишь жених невесте? Понятно. Что за фигня вообще? Что случилось? Я не думаю, когда так. Как так? Ну вот так. А что тебе не устраивает? А ты что думала? Ну что? Я поговорить хотела. С ним? А он с мух, что ли? Да. Ну а чем он говорит? Нет, я во время сердца засыпаю. Понятно. Во время какого-то детенца? А, ну да, ну да. Солнце. Ну что ты? Опять спадилось, да? Да. Ну что, ребята, сегодня мы собрались здесь, чтобы определить претендента на приз декабря. Новогодним призом станет счет в банке на 15 тысяч долларов на пластиковой карте. У нас осталось 7 претендентов на новогодний приз. Май, Солнце, Наташа, Рома, Степа, Алена и Маша. Сегодня мы узнаем, кто у нас будет выключен из борьбы. Начнем мы голосовать с тебя, Стас. Стас, против кого твой голос? Сегодня голосую против Алены Водонаевой и Наташи. Хорошо. Май? Я все-таки сегодня попытаюсь выключить из борьбы вторые половинки уже состоявшихся призеров, так сказать. Это Наташа и... И Оскар. И Рома. Нет. И Рома. Спасибо. Солнце. Я бы сегодня выключила Рома тоже, как половинку. И, наверное, Марию Петровскую. А Марию-то за что? За что? За то, чтобы домик поселилась? Нет, нет. Вы что? Я очень рада за них. Просто мы хотим, чтобы выиграла одна девочка. Хорошо. То есть, как главную соперницу устраняешь, Марию. Да. Хорошо. Валя? Я выбрал для себя уже претендентов на этот приз, поэтому сегодня голосую против Романа Третьякова, так как он поедет в Венецию. И против Наташи Павловой. Хорошо. Маша? Я против Ромы и Наташи, как вторые половинки на получение призов. Я тоже против Наташи и Ромы. Замечательно. Настя. Я не могу не проголосовать против Марии Петровской, потому что меня жаба душила всю ночь. Как это так, они в домике теперь живут. У них уже есть свой приз, они в домике живут. Вот против Марии Петровской голосую и против Романа Третьякова, потому что они уже съездили в Венецию. И подождите, подождите. Записочка у меня такая. Мы, семья, буст Третьяковых, сегодня, в этот прекрасный день, голосуем против. Ту-ду-ду-ду. Наташи и Алены против Лысого не голосовать. Я сказала. С уважением мы. Против Наташи и Алены не голосуют. Хорошо. Андрюша? Я голосую против Романа и против Наташи. Причины писать не буду, потому что их уже 10 раз писать. Ты что? Ну, Майя вчера бабла отказалась, молодец, поддержать любовь дороже денег. Я не бабла отказалась, я отказалась от претендования на этот пресс месяца. На этот, на этот. Да, ну и Майя. Потому что у меня есть обоснование. Он тоже от бабла отказался. Каким образом он? Мечтает отменить денежную систему во всем мире. И я посчитал, что если у него появится 15 тысяч долларов, ему будет сложнее. Ты тогда сними свою кандидатуру. Что ж ты? Сголосовать? Нет, мне надо поддержать. Ты что? Чтоб шансов было в два раза больше. Просто как так получится? Мечта? Ведь сложнее от денег избавиться. Когда они есть, да? Чем когда их нету. Мне так приятно, сколько внимания карточку нашел из игры. Нет, Александр в твоей персоне, он изучает тебя, понимаешь, Майя? Он читает все тексты, посвященные тебе. Он четко следит за всем происходящим в твоей жизни, Майя. Так что радуюсь. Вот такой сконтер игры, Анастасия Дашко. Вчера нам поставили в доме, но не то. Я думаю, вы сейчас можете уже, Майя и Ксюша, не обольщаться по поводу Нелидова. Он сейчас уже не так думает о Майе. Но карточку все-таки, как ты знаешь, обычно носят фотокарточку любимой девушки. В общем, Нелидова! Носят с собой у сердца фотокарточку Майя. Я люблю эту девушку. Я начинаю чертовски ревновать Сашу Нелидову к Маю. И голосую по этому поводу против Романа Третьякова и Степановича. Хорошо. Михаил? Ваня отказалась от борьбы, значит, против Мани и против Ромы. Степан? Я хочу сказать, что на то, чтобы отменить денежную систему, все-таки понадобятся какие-то средства, и очень немало. Отлично! Голосую против Маши и Наташи. Замечательно. И таким образом сегодня из борьбы выключаются Наташа и Рома. Что будет завтра, мы узнаем. А сейчас все на стройку одеваемся. Ну что, я вынуждена, к сожалению, констатировать, что ты у нас кандидат номер один на вылет. Я что-то этого не волновалась, но она у нас сейчас что-то за меня учила. Все в сборе, у нас, как обычно, стенка на стенку. И кто... Так, сегодня, ребят, у нас осталась последняя куча. Точнее, куча уже практически не стала, там только кирпичи, которые нужно перенести на второй этаж. Опять так же, как обычно, да, весело, дружно выстраиваемся в линейку. Вчера у нас были все слова на букву О. А сегодня что у нас? А где... Персонажи. Персонажи. Скупидур. Персонажи. Фамилии. Участники футболистов. Давайте, да, да, да. Я не знаю ни одного. Я тебе подскажу. Я знаю, что ни одного. Не, ребят, серьезно, сегодня, да, футболисты, давайте, решили. Все, расскажу. Ну что, Андрей, нас сегодня оставили на обед. Что будем готовить? Наверное, надо приготовить ступку. Сборная Россия составит тысяча первый год. Национальная американская лига. Сборная России составит тысячи. Какой позор, не знает команда. Спартак, Динамо, ЦСКА, Локомотив, Крылья Советов, Шинник, Торпеда. Так, сейчас скажу. Солнце. Котор. Челси. Мы тут уже пошли. Это российская команда. Челси, это чукотская команда. Так, ребята. Все, теперь начинаем имена футболистов. Мишаня, ну что, я вынуждена, с сожалению, констатировать, что ты у нас кандидат номер один на вылет. Остался без девушки. Сегодня предварительное голосование. Я думаю, вряд ли кто-нибудь за тобой встанет. Да никому не надо вставать. Зачем? Ты мне не... А Люба? С Любой мы разобрались. Люба со Стасом, Настя с Андреем, Маша с Валей. А ты? Да так про что ты? С чем? Про отношения. Ну, пускай. Получилось так, что ты многими девушками здесь поигрался, а в итоге остался один. Сейчас ими точно так же играются, они точно так же играются другими людьми. Почему ты думаешь, что ими играются? Мне кажется, что эти девочки, знаешь, бывший твой гарем, сейчас они очень счастливы. Нет, ну, относительно Маши и Вали, я ничего не скажу, мне нравится. А Настя и Андрей, ты считаешь, что... Сто процентов. Вообще ноль. Ноль искренности, ноль эмоций. Сегодня предварительное голосование. За кем собираешься вставать? Сегодня же девочки выбирают мамочек. Ой, я, конечно, встаю за Андрюшкой. Знаешь, почему я тебе задаю вопрос, да? Вот, допустим, Оле, там, я никогда бы не задала вопрос, за кем ты сегодня встаешь. Понятно, что за Ромой, да? То же самое не спросила бы Стёпу, да, не спросила бы Солнца. Тебя я спрашиваю, потому что, Настя, до сих пор непонятно. Есть вообще чета Дашко, понимаешь? И как фамилию твоего-то? Я забыла. Как у неё фамилия? Шабарин у неё фамилия. Ты же не знаешь фамилии своего молодого человека. Настя, ну ты понимаешь, о чём это говорит вообще? Это говорит о том, что, ну, как бы пары как таковой нету, Настя. Мы не объявляли в себя парой, но, тем не менее, мы всегда вместе. Мы не хотим, как все. Поэтому мы уделяем друг другу внимание ночью, когда уже все ложатся в паре. Хорошо, то, что ты сегодня за ним встаёшь, это опять не означает то, что вы пара, правильно? Мы парой себя не хотим являть. Почему? Ну, как бы, все, кто живут в доме, они и так видят, какие у нас отношения. И какие, как можно назвать ваши отношения? Ну, у нас просто взаимная симпатия. Пока только взаимная симпатия. Понимаешь, для того, что сейчас тоже очень важный будет момент, потому что будет мужское голосование. Да, я думаю, что это не мужское голосование. Тоже нетрудно. Это, в принципе, понятно. Ты знаешь, на самом деле тоже, в прошлый раз, никто не думал, не гадал всё-таки. Я не мог предположить, что уйдёт Росик. Очень реально не мог. Главное пережить тогда вот это голосование, да, просто ненатяжить. Мишка, кулачки. Ну, мне тоже есть, что до этого не волноваться, но у нас вообще что-то за неё начали. Не знаю. У нас, с другой стороны, на Мишке же вообще никого нет. Стас, у нас сегодня будет предварительное голосование. Да. Как ты думаешь, кто за тобой встанет сегодня? Я думаю, что сегодня встанет Люба за мной. Люба? Да, потому что она последние два дня ходит. Ну, подожди, у Любы смеши какие-то отношения, она ездит с ним на романтические свидания. Мне вообще интересно было наблюдать на романтические свидания, потому что я вижу, как они относятся друг к другу. Но Люба как-то в каком-то мере сети, она его игнорирует. Когда они уезжают на свидание, я не хочу, сама поехала. То есть ты считаешь, что ты ей более симпатична? Ну да, за последние два дня она мне очень много уделяет времени. А она-то тебе нравится? Мне? Я знаю, что скажу, что я могу сказать, что у нас могут конкретно отношения, но попытаться можно. Я просто помню, что у тебя было к ней очень негативно. Да, да, вот я хотел бы рассказать по поводу негатива. Она за последние недели очень изменилась. Причем у нас был с ней разговор по поводу того, что позитив и негатив на проекте. И она говорит, мне уже надоело вот этот негатив. Она, оказывается, совсем не такая, как мы даже предполагали. Она вот... То есть ты к ней поменял отношения и улучшишься? Да, я немножко поменял отношения, но я вижу, что ей тяжело здесь, потому что ее никто не любит. Все в сборе у нас, как обычно, стенка на стенку. И кто победит? Молодые люди, девушки или, как всегда, любовь, мы сейчас узнаем. Между ведущими. И мы вызываем сюда первого молодого человека, который у нас сегодня, не поверите, в шляпе в такой хуйнен. Роман Третьяков. Ну вы не поверите, есть же девушка, которая тоже... Да, они нашли друг друга по принципу шляпности, мне так кажется. Ты чего это сказать? Ну скажи, дорогая. Так в иронии судьбы получилось, что вчера был такой день, когда ровно пять месяцев назад, здесь, на этом же месте, только было лето, я выбрала этого молодого человека. И тогда я его выбирала только потому, что я испытывала к нему симпатию. Сейчас же я могу с уверенностью сказать, что это тот мужчина, с которым я хочу быть всегда. И мне кажется, что наши шляпы выполняют друг друга. Главное, что мы выполняем друг другу. Ну вот, чем ближе Новый год, тем чаще мы вспоминаем ируемся. И пошли от гранатологии с лезьким паром. Заходите. В загон. Ну что, Рома с Олей ушли в загон. Давайте позовем следующего молодого человека, для которого это голосование происходит впервые. А конкретно Валентина. Валентин, проходи сюда. Валентинка. Я хочу сказать, что все знают, что я коллекционирую медведей. И всех медведей у меня по одному. Но у меня есть, появилась парочка медведей, мальчик и девочка. И я хочу подарить одного мишку мальчика, человека, с которым я вместе живу в домике. И это будет знак моей симпатии к нему. И когда меня не будет рядом, он будет смотреть на мишку. Машуля. Мы будем надеяться, что все только начинается с симпатии. Как у Оли с Ромой. У них же тоже когда-то с симпатии все началось. Так что поздравляем вас, ребята. И не надо говорить о том, что у тебя не будет рядом. Надеюсь, что вы всегда будете вместе. Но вы всегда будете вместе, да, пожалуйста. Я хочу, чтобы сюда вышел молодой человек, для которого это голосование уже не первое. Но я думаю, будет самое приятное. Андрюшенька, ходи по-другому. Я думала, что у вас последнее. Нет, я думаю, самое приятное. Ну, конечно же. Спасибо. Ну, наконец. В этой коробке я хочу подарить Андрюше. Как он знает уже, я фунтик. Без этого предмета, который лежит в этой коробке, я просто не могу существовать. Теперь этот предмет будет принадлежать тебе. Я буду ходить за тобой, как хвостик. Вот так вот. Потому что без этого я не могу. Как ты думаешь, что здесь лежит? Да, Андрюша. Ты шума. Ты шума, ты шума, ты шума, ты шума. Посмотрим. Мы долго тщательно упаковывали. Да, я вижу. Ту-ру-ру. Ребят, сколько застает. Там просто рулон фольги на самом деле. Ребят, почему? Слушай, фольги хватит меня все. Может, там и не сапочка. Ой. Видите, тут фунтик написано. Да, хочу показать сапочка. Да, тут вот написано. Без этого я не могу. А, Дизандрюша, ты можешь знать? Теперь это ему принадлежит. Теперь буду как хвостик ходить. А там хомячу. Ты шипакляк. Ну все, Андрюша, надевай Настину шапку. И она будет ходить на такую. Шипакра, да? Все. Фольгу. Фольгу. Смотри, какой парень семейный. Семейный. Хозяйственный. Хозяйственный. Все забрал. Так, давайте позовем следующего молодого человека, который, по-моему, замерз уже, стоит в одиночестве. Никто его не греет. Михаил, выходите, пожалуйста, сюда. Михаил, прекратите. Давайте не будем. Вот без лишних. Ну, давайте без лишних. Михаил, чем судьба не шутит? Вдруг сейчас Люка... Да ничем она не шутит. ...свой каблучок направит в твоем направлении и пойдет. Давай, пока везло. Пока вон у нас три пары, все нормально. И так все нормально. Миша, ну, знаешь ли, в твоем случае, судя по тому, что никто с тобой не стоит, могу сказать только одну вещь. За двумя зайцами погонишься... Третьего найдешь. И третий сбежал у тебя. Сука, помнишь, как его раньше? Третий, мои девчонки, просто на старт внимания марш. Понимаешь, кто добежит первым, Михаил, да. Вот так вот с милишком распылил свое внимание на всех. Слева только одна дверца открывает. Да. И сюда сейчас выходит молодой человек, который, я уверена, без пары не останется. Это Александр Неледов. Я что хочу сказать. Сашенька тут ночами грезит об одной вкусной штучке. Какие-то креветки, Саша. У нас вот что, креветочный период начался? Креветочный период! Креветочный период! Креветочный период! Креветочный период! Креветочный период! Ну, оставьте... Саша придется в милицию. Оставьте Сашу с его любимой женщиной и с креветками. А можно в домик? Саня, туда. А следующий молодой человек постоянно находился один. И я все-таки надеюсь, что сегодня к нему подойдет девушка. Я Динка. Какая-нибудь. Стас, ну-ка давай-ка, да. Все намеки подят. Стас, на сегодня возвращаться к одному просто нельзя. Конечно. Холод уже собачий, декабрь на носу, да? Надо, чтобы кто-то грел. Хочется? Я выбрала жертву Стаса. И походку я хочу. Да. Нет, походку я моя. Волосы Бузовой, походку Алены. У меня волосы живые. О, я забираю Стаса с собой. Хорошо. Спошли со мной. Только Стаса с собой. Только собрали. Ура. Наконец-то, Стаса. Догадайтесь, молодые люди. Кого я сейчас вызову сюда из вас двоих, чтобы наше очаровательное солнышко согрелось? Вот правильно, Маис, это ты. Ну вот девушки сегодня выбирали по принципу шляпок, по парности медвезей. А ты по принципу джинс или карманов на джинс? По принципу взаимности чёсток. Ну еще, чтобы гармонировать, как все, вот сделала бы прическу, как у Майя. Замечательно. Все, целуйтесь уже. Ну что, ребятки, ой, какой сладкий поцелуй. Выходите сюда, мы уже завидим. Ой, да ладно, делай зависть. Ну что, Степан, мы вдвоем с Ксенией, конечно, не заменим тебе Алену, но тем не менее... Мне заменит Алену ее постер. Да, тем более с Аленой я разговаривала вчера, и она сказала, что она тебя по-прежнему любит. Ну, может быть, пока это связано с тем, что она не знает обо всех тут твоих, понимаешь, шумурмуляциях с домиками. Но будем надеяться, что пока она тебя любит и не поссорится со мной. И будем надеяться, что ей никто не расскажет об этом. Будем надеяться, что ей сказали, что она будет. Я нас сейчас не совсем понимаю, мы тут сейчас решаем проблему, как так получилось, 15 минус 14, 1, что ли? Наш заезд это крайность, это я, значит, по крайности. Ну, позволь тогда другим крайностям существовать-то, мать. Миша, ты вообще дебил, ходит и сплетничает. Сегодня за Михаилом никто не стал. Михаил, от того, как ты встретишь ведущих, зависит завтрашний исход мужского голосования. Ну, хорошо, Михаил. Подходи, Михаил. Ну что, что мне нравится в нашем Михаиле, это то, что он готов на все. Даже поцеловать ведущих, ради того, чтобы ничего с ним плохого не случилось. Ты так сказала, даже поцеловать ведущих, как будто... Поближе сел. Ну, я так смотрю, что среди участников уже все, надежда потеряна, девчонки все разбежались в разные стороны, по разным мужчинам. И теперь, я так понимаю, главная твоя надежда, это мы с Ксенией Бородиной. Правильно я тебя понимаю? Так, наступило время, чтобы я сказал правду, зачем я сюда приехал. А-а-а-а! И интересно, пожалуйста. Еще ты забыл сказать фразу, я хочу быть абсолютно искренним. Я забыл другую фразу сказать, но я еще выбираю. Да. Шутки шутками, но события-то действительно разворачиваются не в твою пользу. Смотри, у нас как на Ноевом ковчеге. Каждой твари по паре. Кроме Моби и тебя. Понимаешь, кончится тем, что тебе придется строить лично жизнь с Моби. Я на самом деле что-то не совсем понимаю. Мы тут сейчас решаем проблему, как так получилось, 15 минус 14, 1, что ли? Не, ну Миша, ты можешь что, там, не знаю, опять же постараться... Тут нечетное число, я теперь... Посмотри, вот облинись вокруг тебя, одни пары, понимаешь? И ты один. Так я вот просто говорю, и что мы... Ну а что ты делать-то теперь будешь? Мы удивляемся, потому что 15 минус 14, 1, что ли? Да мы не этому удивляемся. Мы удивляемся тому, что за тобой постоянно бегали девчонки и приходили подряд по три человека к тебе. У тебя было вообще кругом женщины, которые тебя обожали, любили и, понимаешь, облизывали. А ты шевырялся именно правой на него. А ты выбирал. И сейчас к чему все пришло? Девочки все с мальчиками, все счастливы, здоровы. А ты вот у нас один остался. Ну это же не вопрос, это же утверждение. Я согласен, да, я согласен. Что ты делать с этим будешь, Миша? Вопрос. За что боролись, на то и напоролись. Что мы будем делать? Может, ты хочешь ребятам что-то сказать? Может, хочешь покаяться? Мы тебе за день специально даем шанс такой. Вот сказать все, что... Тишина. Миша, ты можешь сейчас сказать ребятам все, что ты хочешь. У тебя есть вот твоя одна звездная минута, в которой мы замолкаем с Бородиной, а ты говоришь. Это должна быть как маска откровения, что ли? Да, да, да. Можешь. Как хочешь можешь ее использовать. Можем помолчать, можем пошутить. А можно тогда я лучше неналобным это буду ребятам говорить? Мне кажется, сейчас очень хорошая для этого у тебя возможность. Мне кажется, что зачем эта возможность-то нужна? Все и так прекрасно понимают, что я сейчас на 100% все свои ошибки осознал. Абсолютно. Ну, назови, может быть, эти ошибки. Ну, пожалуйста, хорошо, потому что я, во-первых, принимал решения очень быстро. Очень быстро. Может быть, они всегда были правильные решения. Не может быть. Смотри, Маша как-то аж... Я не понимаю. ...васкалала. Маша, что ты хочешь этим соном сказать? Дайте Машу микрофон. Очень быстро все было, давай. Она очень быстро отреагировала. Маш, что ты этим... Долго? Миша, ты определялся недели две и не мог так... и пришел к Любе. И морочил мозги, и одну, и вторую. И ушел вообще. Отвечай бы тоже. Мань. Ты че? Ты на третий день в домик заехал, вот так вот быстро надо было, да? Вот это упрек. Это крайности. Стоп, стоп, стоп. Ты меня обвиняешь в крайностях? Я тогда буду тебя. Извини, кто решал сам. Извини, да я тебя. Простите. Извини меня, вы согласились, могли отказаться. Она... Почему на нее наезжает? Потому что она начала. Я защищаю. Я защищаю. Вот не честно. Вот сейчас не честно. Они с Машей разговаривали, пусть сами разберут. Миша, ты так долго определялся, говорил, ой, я еще два дня подумал, потом ой, еще два дня, потом ой, ой, да вообще, о, тут Люба пришла. И это, ты считаешь, долго, а как надо, а быстро тогда, ой, точнее, это быстро, а долго тогда, это нормально для тебя, это сколько? Я когда говорил про то, что я очень быстро принимал какие-то решения, это не относилось к каким-то определениям, там, что-то такое, определяться, не определяться. Я, это касательно уже того, что творилось у меня в голове, только, только. Я какие-то делал не те выводы, вот, вот, что я хотела сказать-то. А насчет того, что долго или быстро, я тебе говорю, Маш, это было не настолько долго, насколько быстро получился ваш заезд, понимаешь? Наш заезд, это крайность, это я, значит, по крайности. Ну, позволь тогда другим крайностям существовать-то, Мань. Хорошо, Машуль, скажи, по твоему мнению, в чем причина того, что сейчас Миша остался один? Можно мне сказать? Нет, нельзя, Настя. Ну, как это, почему? За двумя зайцами погонимся, вообще ни одного не будет. Ни одного, Настя, твоя версия. Во-первых, нерешительность, потому что он долго не решался, с кем же он хочет быть, и девушки, наконец-то, увидели его истинное лицо. Уже какое? Я уже говорила, не хочется обзываться снова, все, по-моему, помнят, как я его обозвала. Знаю, знаю, хочешь. Вот, и сначала одной голову уморочил, потом второй, потом пришла третья, значит, он третий не заморочил голову, слава богу, хоть и не успел, вовремя она увидела, какой он на самом деле, просто нерешительность и трусость. Настя, какие сейчас ты испытываешь чувства к Михаилу? Трудно сказать, что равнодушие, потому что обидел меня он очень сильно. Жалости совершенно нет, ну, негатив, вот что я... Сильный негатив? Уже не сильный. Миша, знаешь, от сильного негатива до слабого позитива очень недолгий путь. Я хочу каждую девушку спросить. Люба, ты что чувствуешь по отношению к Михаилу? Я вообще ничего не чувствую, потому что мне человек просто признался в каких-то отношениях, и все. А мне от этого ни тепло, ни холодно. Ну, тебе его не жалко, то, что он сейчас один? В какой-то степени я виновата. Можно я скажу? Ты виновата? Я просто одну правду скажу. Я один, но это не значит, что я одинок. Ниш, вот именно. Вот я тебе хотела, кстати, на эту тему спросить. Бутут такое мнение, да, что ты думаешь, что на самом деле все в тебя влюблены, и никуда ты не уйдешь, и все, в принципе, у тебя шоколадно. Ты не боишься совершенно той ситуации, которая сейчас вокруг тебя происходит. Да правда? Это правда, что я не боюсь. Но тебе есть, что здесь делать сейчас? От Степы Алена вот на неделючку там уехала, а ко мне просто еще не приехала одна там девушка, вот и все. Понятно, хорошо. Миха, с тобой, Михаил, нам, в принципе, уже все понятно. Я хочу перейти к Насте и Андрею. Ребят, ну, в ваших отношениях тоже много неясных моментов. Вы вроде бы вместе, а вроде бы и нет. Вроде бы и такое красивое это сегодня сделало признание для Андрея, такой хороший сюрприз приготовила. А с другой стороны, парой вы себя не объявляете. Почему? Ведь вы уже общаетесь достаточно долгое время. На самом деле, я могу сказать, что у нас с Настей сейчас очень хорошие отношения. То есть, всю официальность, то, что объявление себя парой, это не значит, что мы сблизимся этим событием. Ну, мы же не жениться вас заставляем, а объявить себя парой, это разные вещи. А все равно, на самом деле, я хочу сказать, что сейчас это не нужно. И я даже молчу. Ты знаешь, Андрюша, просто смотришь на некоторой парой, и видно, что есть какие-то чувства, есть эмоции, да, ребята, действительно, да. А у нас как-то все равно гладенько. Кто может сказать, что у нас все равно гладенько? Такое чувство, как будто уже 10 лет в бляге. Я не могу понять, почему вы не хотите объявить себя парой. Объясните. У нас бывают тоже конфликты, просто мы не выносим их на всеобщее обозрение. Мы решаем их лучше. Посмотрите, а на конфликтах. Ты хочешь состоять с Андреем в паре? Да, я хочу это сделать. Так почему вы этого не делаете? Он не хочет. Потому что я не хочу, потому что тут мужское голосование, и все подумают о том, что мы объявляем себя парой перед мужским голосованием, что мы чего-то боимся. Зачем? Мы объявим себя парой чуть позже. Да нет разницы совершенно никак. Мне кажется, что ребята не подумают. Давай, валяйте, разрешаю. Нет, просто в свое время, Настя. Да, да, да. Извините, мы тоже тебя не объявляли. Вот смотри. Потом смотри, Настя, один раз в твоей жизни уже была очень трагичная ситуация, когда ты объявила себя парой с Андреем, и его выгнали. Я думаю, что второй раз, второй раз ребята, ну, не сделают такой вещи. Тогда мы объявили себя парой, тогда мы хотели заехать в домики, тем не менее, нам ничего не помогло, и потом многие люди говорили о том, ну, почему так вот. Что ж, правильно ли поступили Настя и Андрей, мы узнаем завтра, во время мужского голосования. Увидимся на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Алло, мамулечка моя, привет. Ой, мамулечка, привет. Как дела? Нормально. Нормально? Угу. Чего такой голос грустный? А, не знаю, я смотрю дом, мне этот дом вообще не нравится абсолютно. Мне Андрей не нравится, он очень хитрый. Почему? А потому что он хочет эту любовь. Ты с чего ты решила? А мы смотрим программу, и все это прекрасно видно. Понятно. А она бесконечно его отзывает, и все, ну, там нашептывает, и нашептывает. Ты обещал за мной встать, а почему же ты не встал? Почему же ты меня не выбрал? А он говорит, вот я не знаю. Он, короче, он, наверное, испугался, понимает, что его вызовет с проекта, вот он за тобой и встал. А ты тут никаких нет. Не, мам, не, 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 это неправда. Настя, я смотрю проекты, вижу, и еще, мне надоели вот эти все уже игры. Кто в холодильник тебя закроет, кто тебя в ванной искупает. Ты что, морду не можешь дать? Ну, это же смешно, мам, ты что? Нет, это не смешно, понимаешь, с экрана это не смешно. Понятно? Ну, с экрана, может, не смешно, но тут-то смешно. Что еще делать-то? Ну, вот тут смешно, я не понимаю. Уже все смеются, понимаешь? Мне это не нравится. Мам, ну, это смешно, ну, как ты не можешь понять? Не позволяй себе это, не смешно, не позволяй. Мама, я тебе не могу рассказывать по телефону, чего и как. Я понимаю, почему-то, я читаю уже газеты, и все, мне не нравится. Просто от кем-нибудь другим. Не что, это вообще дебил. Ходит и сплетничает, там, шушукается, что ты такая-то, ты секая. Ну, ладно. Ты каких-то мужчин выбираешь, в общем, слушай, вообще лучше никого не выбирать. Мам, ну, что ты вот опять говоришь? Ты не жаль, господи, что опять это все покажет по телевизору, как мы с тобой разговариваем. Да, ну и что? Я просто вижу, поэтому я говорю, там единственный человек, который нормальный, это Аленка. У тебя все нормально? У меня все хорошо. Ты не болеешь? Нет, не болею ничего. Одеваешься тепло? Да, тепло, зимние вещи все. Я не знаю, ты должна поговорить с этим Андреем, но я бы не хотела, чтобы ты с ним была. Лучше быть одной, чем быть с таким, понимаешь, который... Все равно, мама, шесть дней назад, может быть, было так. Посмотришь, что будет дальше, потом я тебе позвоню, и ты мне скажешь. Я прислушиваюсь к твоему мнению обязательно. Мне важно твое мнение. Все, мамы, я тебя целую. Все, мамы, я тебя тоже люблю, целую. Все, пока, пока. Пока, солнышко, пока. Как-то летом мы приехали сюда за проектом, наблюдают все страна. Мы мечтали все пять кастингов пройти и остаться, чтобы любовь свою найти. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok